Чиновникам сферы ЖКХ придется отвечать народу. Коммунальщиков обяжут отвечать на вопросы и жалобы граждан через интернет. Соответствующий законопроект готовят к принятию в Госдуме. Об этой и других законодательных инициативах в нашем обзоре. Россия будет искать замену товарам из Турции. Об этом заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Он не скрывает, что это отчасти и политическое решение. Реакция на недавно сбитый турецкими военными российский самолет Су-24. Кроме того, качество турецких товаров оставляет желать лучшего, сообщил министр. И пообещал заменить турецкую агропродукцию в течение недели. Так что россиянам ничего не помешает купить овощи и фрукты для новогоднего стола. В Минсельхозе уверены, что освободившееся свято место могут занять Азербайджан, Иран, Узбекистан, Марокко и ЮАР. Ткачев не исключил госрегулирование цен на продукты питания на внутреннем рынке, если в этом будет необходимость. Фармацевтические компании хотят штрафовать за недостоверные инструкции. С таким предложением выступила Федеральная антимонопольная служба. Проверки показали, что производители таблеток и пилюль не всегда указывают в инструкции сведения о противопоказаниях и побочных эффектах. Таким образом, стремясь монопольно получить госзаказ без торгов. В итоге у многих взаимозаменяемых препаратов необоснованы разные инструкции. Между тем, отсутствие полной информации о лекарствах – это риск для жизни и здоровья пациентов, считают в антимонопольной службе. Соответствующие поправки о штрафах готовятся в Кодекс об административных правонарушениях. Чиновников коммунально-жилищной сферы могут обязать отчитываться перед гражданами онлайн. Соответствующие поправки федеральный закон готовят в Комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. Речь идет о создании своего рода интернет-приемной, где в онлайн-режиме гражданин может получить необходимую информацию и решить коммунальные проблемы, получать ответы на обращение в управляющие и ресурсоснабжающие организации и органы власти. Новшество должно исключить многочисленные случаи, когда жалобы и просьбы жителей игнорируются, а сам процесс взаимодействия сильно усложнен. Это подтверждает и недавние опросы ВЦ и ООМ. Россияне поставили ЖКХ на пятую строчку по пораженности коррупции среди сфер и институтов власти. Законопроект, обязывающий коммунальщиков отчитываться онлайн, должен быть внесен в Государственную Думу в ближайшее время.